Музыка Меня зовут Андрей Нурмухамедов, я являюсь тоже сотрудником лаборатории, заместительным начальником лаборатории И организую занятия, организую вечерние тренировки по цигун занятиям, по тайцзицуань, по гимнастике для позвоночника Сингшэн Джуан И организую работу лаборатории, в частности, тоже административного плана, организации процедур Начинал я тоже с восточных единоборств, наверное, как все молодое поколение Советского Союза Начинал карате, даже был чемпионом республики Узбекистан по карате Впоследствии, когда этот вид спорта закрыли, перешли все на занятия в ушу Тогда я познакомился вообще с системами восточных единоборств Китая и цигун Впервые столкнулся, тогда мы начали изучать с мастером хан-гремляном тайцзицуань 24-ю форму школы Ян Стал инструктором с обладателем черного пояса На сегодняшний момент у меня черный пояс пятого дана в системе ИТФ Тейквондо Но где-то года 4-5 назад я снова вернулся к практикам цигун Они меня стали больше заинтересовать, поскольку они были призваны на оздоровление организма Занимался тоже изучением рефлексотерапии, иглорефлексотерапии Являюсь второй рефлексотерапией Но это работа тоже с организмом человека Направлена на его оздоровление и снятие каких-то патологий Связанной с нервной системой, потому что на теле человека больше 360 точек Которые в той или иной мере связаны с тем или иным органом Работа по меридианам человека энергетическим То есть энергетические меридианы всем неизвестны Как работают с ним по внутренним органам Являюсь я также и обладателем второй ступени рейки Вот в этом году, наверное, буду проходить инициацию на мастера рейки Рейки – это тоже направление, целительское направление Было оно открыто мастером, гранд-мастером, гранд-мастером японцем Микао Суи И постепенно приобрела очень широкая популярность во всем мире И в Америке, и в Европе, и практикуют В Японии это практически закрытые школы Работают там обычно парни, мужчина, женщина И чтобы попасть в эту клинику на прием Люди встают очереди и ждут довольно долгое время Чтобы попасть в эту целительскую энергию И кто уже прошел, попробовал это целительство на себе Наверное, может что-то сказать в свое слово В дополнение я могу сказать, что я практикую тайский массаж Являюсь учеником Пишета Бунтами, мастера Таиланда И вот недавно буквально мы тоже познакомились со школой Цигун Джунгун Бао Очень эффективная школа, на мой взгляд Очень эффективные упражнения Ну я думаю, что даже сотрудники, которые начали заниматься Вот в той группе, которую мы организовали Вот в лаборатории Я думаю, они уже могут сказать какое-то свое слово Я надеюсь, это будет положительное только слово Практически каждый день хотя бы по 15-20 минут уделять своему организму Мы не так часто задумываемся о своем здоровье Увы Есть такое раздельное занятие для работников офиса Или, допустим, для водителя? Конечно, конечно Потому что, хотя есть очень много похожих упражнений Потому что и работники офиса, и водители, они ведут сидячий образ жизни Если работник офиса сидит за компьютером У него, естественно, идут напряжения на шейно-воротниковую зону Идут на седалищные группы костей и нервов То же самое происходит у водителя У него активность тоже идет плечевого пояса Ножная активность идет То есть очень много похожего И можно всегда выработать под любой тип трудовой деятельности человека Определенные программы Которые будут полезны для всех А как китайцы на воздухе всегда занимаются? Это было бы только приветствовано с нашей стороны Я думаю, любой сотрудник лаборатории только приветствовал бы Если бы мы могли практиковать это на улице Или хотя бы с открытыми окнами Но я думаю, будет тепло Будем открывать окна Будем наполнять пространство свежим воздухом, свежей энергией Будем работать на здоровье А ведь не хочу занять Здесь же много молодых Может еще карате будете занимать? Да без проблем, было бы желание Было бы желание Мы же понедельник, среда, пятницу проводим Вот в зале тренировки по цигун Если будут какие-то заявки по развивать карате или тэквондо Пожалуйста, милости просим Упражнение Журавль расправляет крылья Значит, исходное положение Это руки на поясе Идет выстраивание позиции самой Ноги должны быть На ширине плеч Пол должен давить Всю площадь подошвы с одинаковой силой Не так, как на пятках Оставить человек Или наоборот, вперед подался Всем корпусом Именно поймать этот баланс Колени должны быть немножко присогнуты Ручки ставим Ладошками наверх Ставим на пояс И представляем Что наши руки стали Вилами погрузчика Выдвигаются вперед Что при этом происходит? При этом происходит Наши лопатки Начинают медленно смещаться в стороны Открывая область четвертого, пятого Грудных позвонков Это делается Делать вдох На выдохе Ручки пошли Расслабили ту зону На вдохе начинаем поднимать руки Наверх Когда локти Поравняются с плечами Что при этом происходит? Идет работа плечевого пояса Смещение опять Лопаток Делается вдох Мысленно пропускаем Этот воздух Воздух Через грудину Локти Локти Разводим в стороны Что при этом происходит? Лопатки начинают Обратно закрываться И потихонечку И потихонечку начинают вдавливать Область четвертого, пятого Грудных позвонков Внутрь В организм Делаем вдох Разворачиваем Ладошки На выдохе Распрямляем Руки Это и называется упражнение Журавль расправляет крылья Что при этом происходит? Мы расправили И потянули Наши лопаточки И плечи В разные стороны Открывая опять Четвертый, пятый Грудные позвонки Расправили Опять делаем вдох И теперь делаем Обратное движение Локти сгибаем И отводим их чуть-чуть назад Открывая грудную клетку Опять наполняем Грудную клетку Дыхаем Воздухом А при этом у нас лопатки Опять-таки Утопают И утапливают Четвертый, пятый грудный И получается такая Как гимнастика Дыхательная Для области Четвертого, пятого Позвонков Очень полезно И ввиду вот этих Вот движений лопаток Начинает активно проходить Энергия Вдоль позвоночника Попадает в шейно-воротниковую зону Дальше в головной мозг И питает наш головной мозг Снимается напряжение с плечей Снимается усталость И человек Получает бодрость Духа Сейчас мы провели Дневные занятия С нашей группой Сотрудников потока Которые были призваны Для того, чтобы Активизировать у них Потоки энергии Прежде всего В плечевом поясе Шейно-воротниковой зоне Которые являются Очень важным Звеном в организме Через которые потоки энергии Попадают в головной мозг И питают наш мозг И завершили мы наше занятие Обычной нашей процедурой Прохлопыванием Которая позволяет наполнить Кожный покров Достаточным количеством энергии Ци Которые по Даотским практикам И по цигунновским школам И по индийским Версиям Все наше пространство Наполнено этой энергией Ци И питает Практически любого человека Любое живое существо на земле Пожалуйста Если какие-то есть вопросы Милости просим Приходите к нам Субтитры создавал DimaTorzok